Та тема, которую мы будем обсуждать, у нас в гостях Асель Сыролинова, фотограф новорожденных. Мы как раз уже начали говорить про маленьких детей и про роды. Доброе утро! Вообще у нас интересные такие развиваются направления фотографий. Я все чаще замечаю в соцсетях красивые снимки маленьких, совсем крошечных детишек. И вот теперь я понимаю, что все эти снимки делаются с помощью вот таких вот деталей и, разумеется, мастерства фотографа. Асель, расскажи, пожалуйста, как правильно организовать такую съемку, потому как я понимаю, что это очень сложно. Да, это сложно, это требует большой подготовки, в первую очередь для мамочки, как ее организовать. Ей нужно изучить вообще фотографии, которые есть, которые ей нравятся, посмотреть, какие ей нравятся цвета. И еще во время беременности записаться на съемку, потому что съемка проходит до 14 дней, то есть у мам после родов всего есть 2 недели для того, чтобы осуществить эту съемку. Поэтому нужно записаться заранее, желательно во время беременности, или в первые дни после родов. Выделить какое-то время, найти момент, чтобы записаться на съемку, потому что пока малыши совсем крошечные, их легче позировать, и они лучше спят для этой съемки. А чуть позже они уже становятся более капризными, и легче снимать их в первые 2 недели. Ну, если сейчас немножко время отмотать назад, более 15 лет назад с Линдион, у нее был альбом «Миракл», и там как раз-таки присутствовали фотографии известного фотографа, и там были дети. И тогда это было очень, видимо, модно там, в то время в Америке. До нас эта тенденция только дошла? Насколько она сейчас популярна? Нет, не только дошла. Ну, у нас в Кургстане где-то в районе 10 лет занимают. Просто это не очень так афишируется, и, скорее всего, это более известно мамам. Когда ты рожаешь ребенка, тогда ты уже начинаешь интересоваться этой темой. Допустим, я тоже об этом не знала, пока я не родила своих детей, и тогда уже более углубленно начала изучать. Ну, вот ты говоришь, в первые две недели. Мне кажется, ну, я только могу предполагать, что в первые две недели мама вообще еще, возможно, не поняла, что произошло. И, ну, это физиологические, да, какие-то еще особые потребности у человека. И, разумеется, у такого маленького ребенка. Вот все-таки, как происходит съемка? Вот он вот такой вот крошечный, его приносят. Я так понимаю, что одевают вот в эти наряды, да. Посмотрите, это просто для кукол. Вот это, я не знаю, какой размер. Ну, должна же быть какая-то определенная температура в помещении, да. Вот что учитывается? Съемка проходит максимально комфортно для малыша. И учитывается то, что он совсем не умеет регулировать свою температуру. Соответственно, в комнате всегда тепло. Мы всегда максимально... Я, допустим, снимаю в маечке, мамочка тоже максимально раздета. И я стараюсь выезжать на дом. То есть я привожу весь реквизит с собой, да. И родители готовят комнату для съемки. И малыш во время съемки, как правило, спит. То есть когда я его позирую, когда я его укладываю, они чаще всего спят. Они сытые в этот момент. То есть они себя чувствуют абсолютно комфортно. Им это никакой дискомфорт не приносит. А бывают случаи, что вот не хотят фотографироваться ни в какой? Да, бывают малыши, которые не спят, которым интересно, которые с открытыми глазками лежат. Тогда я снимаю с открытыми глазками. Это тоже очень красивые кадры. Родителям тоже нравится. А вот все эти приметы, когда говорят, что все-таки нельзя детей фотографировать, тем более вот до какого-то срока. Ну, мы понимаем, да, что это суеверие все-таки. И это лично выбор каждого родителя. То есть кто хочет, тот сделает эту съемку. А кто, ну, не хочет. Ну, согласись, у нас ведь еще такой менталитет, когда вот эти суеверия, это тоже такой вот вопрос, да, традиций, каких-то обычаев. Вот все-таки кто в большей степени твои клиенты? Я скажу, это не зависит от национальности, допустим, или от вероисповедания какого-то. То есть есть люди, да, есть семьи, которые говорят, мы сделаем эту съемку, только вы никому не показывайте, пожалуйста. Это для нашего личного архива. Ну, разумеется, там конфиденциально, ну, да, потому что это естественный вопрос. Как вообще сегодня вот эта процедура у нас популярна? Довольно популярна. В Инстаграме очень много профилей. Ну, допустим, не я единственный фотограф. Есть ряд довольно много фотографов, и мама активно интересуется съемкой. Пишет, спрашивает. Я все больше и больше замечаю действительно таких снимков. Как-то вот растет популярность. Я вижу, что ты сама подбираешь реквизит, да, потому что, конечно, не у каждой мамы есть какие-то интересные такие вещички, которые будут выброшено в кадре смотреться. Как все это показалось в твоей коллекции? Это я все заказываю. Что-то заказываю со штатов, что-то заказываю с России. Это все происходит на заказ, потому что для, получается, пошива реквизита нужны определенные лекалы, то есть это определенный размер. Это как бы собственноручно, допустим, я не смогу сделать или кто-то. Ну, кажется, что кто-то ограбил кукольный магазин, потому что это такие вот вещички, когда вот мы играли в детстве с дочкой-матерью, вот предположим, вот эти вот вещи могли бы оказаться на каком-то пупсике. Согласен. Ну, а вот с другой стороны, понятно, что все это для кого-то делается, и кто-то даже ничего потом не показывает, а для личного пользования. А как-то вы планировали, может быть, поучаствовать в каком-то конкурсе? Возможно, вы свои работы собираете, а потом мы сможем прийти на какую-то огромную выставку ваших работ? Нет, я не планирую такого. Потому что, ну, я вот говорю, немногие родители соглашаются на афиширование своих фотографий, и очень тяжело даже для соцсетей что-то попросить. Чаще всего я провожу какие-то творческие съемки, когда я говорю родителям, что вы можете прийти ко мне, и я вам сделаю эту съемку бесплатно, но фотографии я буду использовать в своих целях, где в соцсетях. Допустим, для этой книги я снимала, это была бесплатная съемка для того, чтобы эта книга была как образец для других родителей, они могли посмотреть, как это выглядит. Ну, а вообще, возможно, теоретически хотелось бы такую выставку создать? Может быть, она могла бы как-то популяризировать это дело, и люди немножечко по-другому бы относились, не боялись бы показывать все эти фотографии? Ну, возможно, да, когда-нибудь, но не сейчас. Асяль, а вот если говорить про какие-то тематические снимки, я тоже смотрела и видела в интернете разные фотосессии совсем вот крох, ну, там, примеряли какие-то наряды, предполагаю, что ребенок там какой-то профессии, или какое-то у него хобби, там, кто-то в корзинке лежал с цветочками, кто-то еще чем-то. Вот из реквизита что-то еще тематическое родители заказывают? Да, но бывает, что мама что-то сама готовит, или бабушка, если они что-то связали, или, собственно, ручное, тогда мы это используем. Ну, конкретно каких-то тематических по профессиям пока еще не было съемок. Ну, а как обговаривается уже непосредственно сценарий съемки, и сколько это занимает по времени? Мама мне пишет или отправляет фотографии из моего профиля, которые ей понравились, или какие-то определенные цвета, которые она хочет использовать, и мы с ней обсуждаем, я ей показываю то, что есть дополнительные у меня в реквизите. Плюс еще привожу с собой, она может на месте подобрать, что-то выбрать. Вот сразу видно, что мама занималась этим вопросом. Если бы папа занимался, мы бы сейчас посмотрели фотографии маленький Джек Воробей, Капитан Америка, Тор. Ну да, это тоже сейчас, наверное, может быть где-то популярно, но вот эти снимки очень милые, и видно, что девочки вот в розовом цвете, мальчики в голубом цвете фотографии. А вот, кстати говоря, интересно, только девочек снимают или мальчиков? Нет, видимо, мальчиков тоже. А, мальчиков тоже снимают, конечно. У девочек, наверное, меньше, больше, наоборот, или нет? Ну, нет, на самом деле, просто девочек больше хочется показывать, потому что у них всякие цветочки есть, веночки, лепесточки, они немножечко все-таки более выигрышные смотрятся. Ну вот смотри, ты приезжаешь, видимо, с каким-то таким саквояжем, мало того, что нужно взять технику, так еще все захватить реквизит, а как можно обычную комнату, ну вот жилую, да, где живет теперь малыш, трансформировать под фотостудию? Это ведь действительно, наверное, сложно. Самое главное – иметь хорошее большое окно, которое дает достаточно естественного света для съемки. А остальное все я привожу с собой. У меня есть специальная складная стойка, она раскладывается, под нее ставится, получается, биндбэк, на нее натягивается фон, и все, можно работать. А насколько сложнее детей работать с детьми, чем со взрослыми? Это занимает больше времени. А сколько такая фотосессия длится? Так, фотосессия новорожденного длится в районе трех часов, от трех часов, я бы сказала. Потому что мы обязательно делаем перерывы на кормление, перерывы на небольшое расслабление малыша, чтобы он сделал свои дела. Ну да. Ну и сон, наверное, не может длиться, да, три часа, все-таки это еще и физиологические, опять же, особенности. А ты помнишь каких-то самых ярких своих героев, или, может быть, свои первые снимки, вот, которым как-то по-особенному лежит душа? Да, это вот как раз вот этот альбом, это моя первая самостоятельная съемка, я очень люблю ее, потому что она прошла в такой атмосфере. Это была первая моя самостоятельная съемка, и она меня зарядила дальше работать. Я, честно говоря, переживала о том, как она будет проходить, но прошло все замечательно, и я поняла, что это действительно мое, и я действительно получаю от этого удовольствия. А страшно было, вот он такой маленький, и, наверное, мама переживает, как его так вот надо сгруппировать, потому что, ну вот смотрите, да, вот ручки так раз, и к щекам подставлены. Ведь это неестественная для ребенка поза, он ведь в такой позе не спит, не лежит, нужно как-то так и коленочки поджать, ну, в общем, какой-то такой вот позинг собрать. Неужели двухсторонний скотч? Это же сложно. Нет, страшно. Ну, когда я уже приступала к этим съемкам самостоятельным, у меня уже была база знаний, я до этого обучалась и смотрела, наблюдала, плюс еще у меня двое своих малышей, то есть мне не совсем было страшно. А свои фотографировала так же? Нет, к сожалению, нет, нет. Ну вот, сапожник без сапог. Для тех, кто заинтересовался, как вас найти? В инстаграме мой аккаунт newborn by Sarah Linowa. И, как ты верно сказал, нужно записываться еще когда ты в положении этого. Да, желательно записаться заранее. Какие сроки? В принципе, в любые, как только животик ваш появился, как только вы почувствовали, что вы действительно хотите сделать эту съемку, то можете записаться. Ну, я думаю, что такие снимки в семейном альбоме будут вызывать огромное количество умиления. И, представляете, потом ваш лялечка вырастет, и вы покажете вот эти вот чудные снимки. Ну, это дорогого стоит. А я бы хотел пожелать вам, чтобы лет через 20-15, возможно, ваши подопечные позвонили и сказали, мы не были в курсе, что вы нас фотографировали, но большое вам спасибо. Да, и, может быть, уже там поколение, через поколение приходило к тебе. Спасибо. Мы этим утром говорили на тему детских фотосессий. У нас в гостях был фотограф Ниборн Асяли Саралинова. Вот, если кто-то хочет, то ищите в Инстаграм, смотрите. Это даже, может быть, и не просто для того, чтобы записаться на фотосессию, а посмотреть, полистать. Эти снимки действительно заряжают, они пропитаны какой-то любовью и, ну, какими-то особенными чувствами. Редактор субтитров А.Семкин